Высказывайте свое мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я Анатолий Червец. Участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200 и тем самым станете полноправными участниками нашего ток-шоу. Также вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке Facebook RadioNVC, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Зайдя на который, как обычно, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации или subscribe. И тем самым вы сделаете так, что вы будете получать все наши последние сообщения, наши последние программы. Ну, в общем, все самые-самые последние новости от Неполиткорректного ток-шоу. Ну, и вообще, в принципе, от RadioNVC. Теперь вы нас, конечно же, можете слышать на нашей веб-страничке RadioNVC.com. Ну, и на ваших электронных гаджетах, на iPhone и iPad, загрузив наше бесплатное приложение. Либо, если вы пользуетесь платформой Android, просто выйдите через ваш браузер на нашу страничку RadioNVC.com и сможете нас также слышать. Но для тех, которые нас слушают по радио, мы вещаем на частоте 14.30 AM и 99.1 FM. Итак, в эфире Неполиткорректное ток-шоу 847-400-5200. И скажу вам честно, я, конечно, тему выбрал, наверное, не из простых. Тема действительно очень сложная, очень неприятная. Но, тем не менее, хотел бы обменяться с вами мнениями, услышать, что вы думаете по этому поводу. Так как слишком много всяких кривотолков. Ну, а о чем мы будем говорить? Конечно же, о тех событиях воскресения прошлого, где в городке El Paso, в штате Техас, было застрелено 20 человек. И, к сожалению, очень много, если не ошибаюсь, 26 человек были ранены. Из этих 26 человек, к сожалению, еще двое умерли в госпиталях от своих ран. Итого, 22 человека погибли, и 24 человека остаются ранеными в госпиталях штата Техас. Ну, и кроме этого, конечно же, мы не можем обойти вниманием то, что произошло в городе Дейтон, штат Огайо. Там молодой парень застрелил 9 человек, убил на повал, включая свою сестру, родную сестру. И также было очень много раненых. Ну, в первом случае, в случае в Техасе, стрелявший сдался в плен властям. И сейчас проходит очень серьезное расследование, пытается все-таки выяснить, несмотря на то, что он остался жив, ну, просто выяснить его мотивы, почему он это сделал, что послужило, как говорится, вот этим детонатором к его действиям. Ну, а в штате Огайо, к сожалению, стрелявший был тут же уничтожен или нейтрализован буквально в течение 30 секунд с момента открытия стрельбы. Давайте я немножко просто чуть-чуть поподробнее расскажу о том, что же все-таки произошло. Давайте начнем с происшествия в городе Дейтон. Дейтон – это очень такой небольшой городок, почти практически в середине штата. Огайо в этом городке, это как и во всех, в принципе, городках, там есть такое место, которое любят туристы, которые попадают в этот городок. Ну, для тех, которые живут у нас в городе Чикаго, это вот такого типа, как наш Линкен Парк, то есть там много всяких ресторанов, баров, театров и так далее. Ну, вот. И, в общем, это произошло ночью. Прошу прощения. Этот молодой человек подвез свою сестру к одному из баров этого городка. Сестра вышла и пошла по направлению к одному из этих баров. Ну, а молодой человек обошел свою машину, открыл багажник, достал оттуда пуленепробиваемый жилет, достал маску на лицо, достал наушники, чтобы, не дай бог, не повредить себе уши. И открыл пальбу, к счастью. То есть эта пальба, как я сказал, буквально длилась 30 секунд с момента первого выстрела, так как это действительно место, где очень много людей отдыхают. Там, конечно же, много полиции. И полиция тут же, будучи прямо буквально на месте происшествия, застрелила этого парня. Но, тем не менее, он успел положить 9 человек. Конечно, во всем плохом есть какие-то и положительные стороны. Одна из положительных сторон вот именно в этом происшествии, это было то, что действительно полиция оказалась там на месте очень вовремя. Потому что этот парень, стреляя на ходу, он направлялся к дверям одного из баров. Где, если бы он успел зайти в этот бар, конечно, было бы намного больше жертв, чем 9. В этом баре находилось там более 300 человек. И, к счастью, полиция его застрелила прямо вот в момент, когда он подошел к двери этого бара. Ну, вот это то, что произошло в штате Огайо. И в штате Техас произошло немножко как-то по-другому. Ситуация была в том, что сейчас полиция, ведя расследование, имея возможность, так как стрелок остался жив, полиция получила возможность с ним поговорить, что оказалось, что, в принципе, он по-любому направлялся в город, или в этот городок Эль-Пасо. Это городок, который находится прямо на границе с Мексикой, в Техасе. И парень этот задумал заранее то, что он будет стрелять по людям мексиканского происхождения. К сожалению или к счастью тех, которые живут в этом городке, он по дороге, он заблудился. И почему он попал в Уолмарт? Потому что он, видите ли, проголодался. И уже подъехав к Уолмарту, он увидел большое количество. То есть, как вы понимаете, это городок, действительно, это приграничный городок. То есть, там очень много жителей мексиканского происхождения, как граждан Соединенных Штатов или живущих легально в Штатах, так и людей, которые легально переходят границу и приходят в этот городок, так как у них там родственники, у них там место работы, место отдыха и так далее. Короче, единственное, еще по крайней мере, не выяснили, что, то есть, то, что он является членом экстремистского направления, это понятно, то есть, человек, который ненавидел мексиканцев по какой-то причине, его называют, ну, будем говорить так, по-английски его называют white supremacist, то есть, он человек, который действительно расист, который признает только белую расу, ну, и, в общем, к счастью, опять же, в этом, напротив этого Волмарта оказался небольшой шоппинг-центр, в котором два человека, оба, то есть, это просто произошло так, как стечение обстоятельств, оба из этих ребят были военными из армии Соединенных Штатов, они оба были в увольнительной, но, так как это штат Техас, там очень, в основном там все имеют разрешение на ношение оружия, эти ребята, будучи тренированными военными, услышав выстрелы, тут же выбежали из магазинов, в которых они делали покупки, ну, и тоже не отразивали этого стрелка, но, к сожалению, ему удалось положить большое количество народа, 20 человек и 26 раненых, то есть, конечно же, опять же, не будь там этих ребят, это все могло быть намного хуже и печальней, поэтому спасибо этим ребятам, которые оказались вовремя в нужном месте и которые не побоялись и, в общем, нейтрализовали этого стрелка. Ну, это вкратце то, что произошло. Теперь, то, что произошло в Техасе, я же говорю, это был парень, который сам себя назвал, говорится, расистом, он ненавидел мексиканцев, в принципе, ненавидел людей другой расы, поэтому там, в принципе, было более-менее все понятно, в том смысле, что почему он это сделал. Опять же, еще непонятно, что послужило вот именно этим детонатором его поступку, это выясняется. Тем не менее, парень, который совершил стрельбу в штате Огайо, он не был расистом, он не был террористом, но, тем не менее, это был парень, который, после смерти которого, когда началось расследование, пока то, что удалось выяснить, это то, что этот парень не впервые столкнулся с представителями власти. Этот парень в свое время, учась в школе, он вел так называемый список, два списка. Один список он вел девочек, которых он собирался изнасиловать, то есть своих соучениц. Второй список был людей, которых он собирался убить. Один раз он был пойман в момент, когда он приставил один из своих пистолетов в голове своего соученика. И, в принципе, в разговорах с его соучениками, в разговорах с людьми, которые с ним сталкивались по жизни, все говорили одно и то же. Мы знали, что если когда-нибудь будет стрельба, это будет именно он. Мы знали, что если будет какая-то проблема, проблема будет исходить именно от него. Это говорили его соученики, это говорили его люди, с которыми он общался. Тем не менее, у него в доме нашли так называемый манифест. Ну, мы знаем, что очень зачастую, не всегда, но зачастую люди, которые идут на такого рода преступления, они оставляют за собой как бы так называемый манифест. То есть, они описывают, почему они это сделали, и что послужило причиной его действий. Так вот, интересный факт того, что этот парень, у которого на компьютере через его средства social media, так называемой, было выяснено, что он приверженец такой же социализма, он социалист, он признался в том, что он большой почитатель идеологии Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. И, в принципе, он был в нескольких отрезках времени, он подозревался в том, что он умственно не очень стабильный, и, тем не менее, ему удалось легально приобрести оружие. Почему? Потому что, проводя так называемый background check, то есть, просматривая его послужной список, нигде не было указано, что у него были столкновения с полицией, нигде не были указаны факты того, что его же соученики боялись его и считали его способным на такие деяния. И, тем не менее, этого ничего у него не было в его прошлом, чтобы послужило каким-то причиной не продавать ему оружие. В общем, он приобрел оружие легальным путем и совершил то, что он совершил. Ну, вот я вам так вкратце, беглой строкой, как говорится, я вам постарался описать ситуацию, вернее, обе ситуации, которые произошли в прошлые выходные, в Агайо и в Техасе. И сейчас у нас не будет так много времени это обсудить, в смысле, до рекламы. Поэтому само по себе обсуждение и обмен мнениями я бы хотел начать сразу же после рекламной паузы. Но пока хотел бы вам привести еще одну статистику, которую мы будем потом в дальнейшем обсуждать. Вот в тот же, в те же выходные, в которые произошли вот эти два случая, в нашем с вами городе Чикаго произошла следующая статистика. 46 человек были ранены, начиная с пятницы вечером, заканчивая воскресенье или понедельник рано утром, рано утром я имею в виду до 3-4 часов утра в понедельник, 46 человек ранены, 7 человек убиты в городе Чикаго. и тем не менее интересно, что ни один, ни одно средство массовой информации, ни один журналист, я имею в виду левый, то есть левый я имею в виду вот типа CNN, типа MSNBC, типа Washington Post, типа New York Times, ни один человек даже словом не обмолвился о том, что произошло в Чикаго, хотя убили 7 человек и ранили 46. для меня лично это, ну не то, что, не просто трагедия, для меня лично это вообще непонятно, что происходит, что происходит у нас в стране, что происходит вот в нашем городе, в нашем с вами, те, которые живут в городе Чикаго. Почему-то в убийствах в Техасе и в Огайо все обвиняют Трампа и его слова, его идеологию, его высказывания, его твиты, причем обвиняют все, кому не лень. И кандидаты на пост президента в 2020 году, и все средства массовой информации, я имею в виду опять же левые средства массовой информации, все обвиняют Трампа в этих двух трагедиях, но почему-то никого не интересует то, что происходит у нас в городе, причем это происходит каждый выходный. на выходных позапрошлых было ранено 34 человека, убито 5. На эти выходные 7 человек убитых, 46 раненых, и ни один человек, никто об этом не вспоминает. Вот это меня беспокоит настолько, вы себе даже представить не можете, почему одно является сенсацией, а второе является так называемым самим собой разумеющимся фактом. Не понимаю. Давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу, ну и потом вернемся и попробуем все-таки понять, разобраться, ну по крайней мере обменяться мнениями о том, что же все-таки происходит. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии 847-400-5200. Ну, а беседу мы ведем о том, что произошло в прошлые выходные в Техасе, в Огайо и в Чикаго. Так вот, ну, конечно же, я бы очень хотел услышать, вот у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Добрый день или добрый вечер. Добрый день, Анатолий. Знаете, такая тема, вы, как я, мы здесь живем больше 40 лет, ничего не изменилось. И самое, вы знаете, такое, я даже не знаю, смеялся за этим, когда в то же самое время они оповещаются, что 7 человек убито, 46 ранено, они сразу же сообщают новость, что вот по сравнению его 30 лет назад, у нас прогресс, у нас просто все замечательно, понимаете? Ну да. Но дело в том, что вот в чем, что все настолько политизировано, что вы помните, когда Руди Джуани стал мэром Нью-Йорка? Чисто демократический город. И насколько он уменьшил преступность, и насколько... И кто-то ему заставил эту заслугу, даже сейчас они его критикуют, что-то он не то сделал, он не так сделал. Вы понимаете, демократы рулят город Чикаго, сколько, 90 лет? Да. И вот это, а вот они добились. И что бы если происходило, и сколько бы они убивали, они никогда не... Потому что демократам все можно, понимаете? И все можно. Вот сколько было таких массовых убийств при Обаме? У кого-то было мысли, у кого-то тех же Фактс-Ньюс, или у кого-то есть правы обвинять Обаму в этом? Никуда же мыслях не было. И этот придурок, который пошел там расстреливать республиканских конгрессменов, которые играли в бейсбол, и который был большой любитель Сандреса, кто-то обвинялся. Нет. Вы понимаете, совершенно разная ментальность, совершенно разный подход. И он, к сожалению, никогда не изменится. Так оно и будет. Вы понимаете? Поэтому я тут не вижу никакого... Вы понимаете, самое главное, это воспитание, семья, школа, что тебя учат. Когда люди не заражают жизнями других людей, абсолютно, совершенно. Оно так и будет продолжаться, вечно может оставить. Вот и все. Меня, вы знаете, я с вами абсолютно согласен, но у меня все-таки вопрос. Когда-нибудь, вот мы с вами здесь 40 лет, да, чуть больше. Да. мы доживем до того дня, когда республиканцы отрастят себе причинное место и начнут, по крайней мере, в словесной перепалке хотя бы сравняться вот с тем, что происходит с демократами. Когда-нибудь этот счастливый день наступит, когда мы перестанем, мы, я имею в виду республиканцы, когда мы перестанем бояться того, что у нас скажут, когда мы перестанем бояться того, что если мы скажем что-то плохое о каком-то черном, который это заслуживает, что нас назовут расистами, что когда мы увидим или услышим что-то, которая, ту гарематью, которую несет или нес Луис Гутьеррес, что мы перестанем этого бояться и мы назовем вещи своими именами. Как вы думаете, когда-нибудь это случится? Я думаю, к сожалению, учитывая наш не совсем молодой возраст, я думаю, что при нашей жизни этого не будет. Вы посмотрите, Анатолий, еще другой такой маленький факт. Мы видели фотографии, когда Обама уже ушел из престола, с фараканом. Ну, я уже не знаю, у кого уже, потому что, опять же, хочешь поставить наоборот, это все равно, что, допустим, Трамп фотографировался бы с представителем Куклос-Клана, а есть фарака, мне кажется, хуже. Ну, ничего, ну, как с гуся-вода, ну, ничего, абсолютно никакой реакции. Опять же, им все позволено. Но учитывая, особенно на штат Ильиной, я боюсь, что это при нашей жизни, к сожалению, не случится. Вот я тоже этому боюсь. Кубернатор, я помню, когда он пришел, он действительно, он действительно хотел что-то сделать. Немного, но что-то. Его загрызли, его сняли, вот теперь мы имеем вот этого вот. ело-меллоу, и когда я знаю, что это за зубку на зубку на зубку на зубку. Джелый белый. Здесь, да, джелый белый, все правильно, так его называют. Все. А то и просто хочу вас огурчить, что нам это победил. Если мы переедем, что от Вискансии или в Индиану, где я работаю, это, это, это нормально. Это будет что-то, но не переносит. Спасибо. Все можно сделать. Спасибо большое. Всего хорошего. Да, к сожалению, я согласен с Элексом, потому что, вы понимаете, вот для меня, я вам скажу честно, для меня Трамп, почему я его уважаю, ну и где-то даже в какой-то мере обожаю. Почему? Потому что это человек, который называет вещи своими именами. И поверьте мне, самое интересное то, что это он еще сдерживается, потому что все-таки действительно у него есть советники, которые ему пытаются там сказать, ну не надо, так некрасиво, а вдруг она что-то скажет, а вдруг, понимаете, но тем не менее Трамп, это действительно, это очень многие его за это ненавидят, очень многие его за это не уважают, уважают очень многие. Почему? Потому что привыкли вот к этому болоту, так называемому статус-кво. То есть, вот все тихо, ша, спокойно, никто не делает волны, никто не колышет лодку, самое главное, чтобы о нас чего-нибудь там плохого не сказали. Так вот, поэтому я уважаю Трампа, потому что я в принципе уважаю людей, которые умеют говорить то, что они считают нужным, и то, что они видят на самом деле. Ну, а, конечно же, как только произошли вот эти вот все события, и в Техасе, и в Агайо, тут же повыскакивали просто как грибы после дождя, повыскакивали все, кому не лень демократы и их прихлебатели. И, конечно же, начали винить во всех тяжких кого, правильно, Трампа. Это Трампа вина в том, что стреляли в Агайо, человек, который приверженец Элизабет Уоррен и Берни Сэндерс, причем это, явно, это у него написано на его страничках в социал-мидиа, что он почитатель идей социализма, социалистов, то есть об этом никто слова не говорит, вообще никто слова не говорит, но зато виноват Трамп, потому что он своими словами он разделяет нацию. И вот то, что я, то, о чем я хотел с вами поговорить, ну, я так понимаю, что видно сейчас не очень, одно из двух, либо не очень удобная тема, для людей, которые, может быть, со мной не согласны, а может быть, считают, что это такая тема, которую нельзя касаться, либо люди просто едут в машинах и нет возможности позвонить, но, тем не менее, тут же быстренько все обвинили Трампа, и демократы, кандидаты в президенты и так далее, тут же начали бороться за так называемый контроль над оружием. Тут же не важно то, что это оружие было куплено легально, не важно то, что это оружие не являлось автоматическим, ни о чем об этом никто, конечно же, не говорит. добрый вечер, вы в эфире. Сейчас, секундочку, секундочку. Анатолий, да, здравствуйте, я извиняюсь, я позвонил еще, знаете, у меня один факт, который меня очень грызет, и я думаю, что у вас тоже. То, что произошло в Лас-Вегасе, где было убито больше 50 человек, и я никогда не забуду, реплики были вначале от либералов, он открыл огонь по людям, которые слушали country music, действительно, большинство country music, я разъезжаю по стране, это явно и видно, даже певцы, это не, это совсем другие, они с трампа суппорты, реплики были такой, это черт с ними, это же, они все трампа суппорты, почему до сих пор нету, вот это, мне было бы очень, это не только мне, это, потому что всем было бы, кто же все-таки это за те, уже столько времени прошло, вы понимаете, но человек знал, по кому стрелял, явно по кому стрелял, да, это были трампа суппортеры, понимаете, вот это, и опять же, как рыба облетка, говорят, ничего и никого, понимаете, было бы очень интересно, узнать, что кто-то, который стрелял, был, я не знаю, кого он любил, Хиллари, Билла или их обоих, я не знаю, я думаю, что мы вряд ли об этом узнаем, почему вы так считаете, ну как, мы же все ну вот так, вы считаете, есть такое, им не подходит это кому-то, да, есть такое понятие, inconvenient truth, неудобно, это касается, когда республиканцев, это нормально, а так, а этих, да, так оно и есть, спасибо, что я хотел напомнить, вот всем, тем, которые меня слушают, всем тем, которые слушают, разного рода, телевизионные передачи, радиопередачи, и так далее, вы понимаете, сегодня, так, для, ну, будем говорить так, для очистки совести, задаются вопросом, почему же у нас в стране, сегодня, так много, вот этих, стрельбы, именно вот массовых убийств, и пытаются, сегодня они это все вешают на Трампа, Трамп такой, Трамп сякой, он сказал, Эльхан Амар, уезжай туда, откуда ты приехала, он сказал, он назвал мексиканцев, насильниками, и бездельниками, ну, и так далее, хотя, вы же понимаете, что Трамп, никогда, никогда, и я могу просто с вами, как говорится, спорить до посинения, о том, что, если вы действительно найдете его высказывание, он никогда не называл просто мексиканцев, насильниками, или бездельниками, он это относил, вот, к тем бандитам, MS-13, которые действительно являются насильниками, и бездельниками, они не работают, они ничего не делают, кроме того, что они продают наркотики, и грабят, убивают, причем убивают жесточайшим образом, причем, в основном, они убивают своих же, а убивают за то, что те не хотят пополнять ряды их банд, точно так же, как Трамп, не просто так сказал, Ильхан Умар, уезжай туда, откуда ты приехала, он это сказал, в том смысле, что если тебе не нравится Америка, вали отсюда, вали, нечего здесь сидеть, езжай куда угодно, где тебе больше нравится, и посмотри, как тебя там будут принимать, поэтому, вот все то, в чем обвиняет сегодня Трампа, это не просто абсолютнейшая, политическая грязь, и вещи, которые демократы, вообще не считают, даже нужным объяснить, но зато никто, сегодня, не говорит о том, вот задают вопрос, почему 40 лет назад не было столько убийств, почему 30 лет назад не было столько убийств, они задаются, они этим вопросом, потому что они прекрасно понимают ответ на этот вопрос, потому что, с тех пор, как вот эта оголтелая свора полнейших негодяев, я имею ввиду, во главе с их главарем, скажем так, я не боюсь этого слова, я не боюсь этого слова, самый настоящий главарь, Барак Хусейн Обама, который действительно начал в этой стране абсолютнейший разлад, расстрой, почему-то до Обамы, никто не говорил о том, что эта страна разделена, никто, потому что всегда находили возможность работать две партии друг с другом, объединялись в какие-то коалиции, писали предложенные какие-то законы, вместе, совместные, так называемые байпартизм, находили возможность прийти к какому-то общему знаменателю двух партий. Но это все закончилось именно тогда, когда к власти пришел Обама, которому вообще, которого не интересовало то, что происходит в стране в отношении законов, в отношении простой элементарной правды. Он прекрасно понимал, и те, которые его поставили, прекрасно понимали, что он может делать все, что он захочет. Ему никто, ни один республиканец, а тем более демократ, не позволит сказать что-то поперек, потому что тут же получит ярлык расист. Тут же. И вот эти наши республиканцы чистоплюи, которые сидели молча и смотрели, как бесчинствуют демократы во главе Обама, как они протаскивают законы, как они протаскивают, а даже не законы, просто вот эти вот указания, как говорится, executive orders, сам Обама сказал, что если я не смогу найти общий язык с республиканцами, я буду рулить телефоном и рощерком пера. И он это делал. И никого это не интересовало. И никто сегодня почему-то не находится из смелых, чтобы сказать, что вот этот весь раздел начался со времен Обамы. Трамп получил страну просто в ужасном состоянии, в плачевном, в ужасном состоянии. Республиканцы всего боялись, республиканцы так же продались группам по интересам, как и демократы, тот же Пол Райан, и тот же покойный Джан Маккейн, тот же покойный Джефф, амин, тот же ушедший с поста Джефф Лейк и так далее, сидели все, молчали, боялись слова сказать, боялись рот открыть. Демократы делали, что они хотели, как они хотели. Понимаете? И вот никто не говорит о том, что именно тогда, когда пришел Обама, пришел полный конец воспитанию, религиозному воспитанию, семейному воспитанию, просто пришел конец. Я имею ввиду, я не имею ввиду нас, ну вот русскоговорящую общину, еврейскую общину, я об этом не говорю, потому что мы действительно заботимся о своих детях, мы их воспитываем, мы их как-то пытаемся держать ну в каких-то рамках приличия. а вот посмотрите, что творится в школах запрещают некоторые пытаются забросить pledge avalegians. Многие забрасывают религиозное воспитание, пытаются всячески убрать любую религию из того, что происходит в стране. А ведь когда-то и вот Элекс, который здесь 40 лет, и я, и еще очень многие молодые ребята, которые, я имею ввиду, которые сюда приехали молодыми, которые помнят, как здесь все было, мы ведь прекрасно помним, что были воскресные школы, были какие-то правила приличия, были какие-то правила поведения, правила общения друг с другом. Да, я не спорю, и интернет очень много к сожалению принес бед в нашу жизнь вместе с удобством. Знаете, как говорят, за удобство надо платить. Так вот, наша молодежь платит за те удобства, которыми сегодня мы пользуемся в виде интернета, в виде вот этих социальных страничек и так далее. Но ведь раньше это было совсем по-другому. те из вас, которые смотрели фильм «Футлуз», это был действительно, это был очень такой замечательный пример того, как жила Америка в свое время. то есть это вот эти небольшие городки, в которых обязательно по воскресеньям все ходили в церковь или в синагогу или еще куда-то. Это порядки, которым следовали и родители, и школа, и церковь. То есть было воспитание. Сегодня нашу молодежь воспитывают три вещи. Ее воспитывают социальные страницы, интернет, ее воспитывают школы, которые сегодня абсолютно не пытаются привить детям никаких моральных, никаких религиозных качеств, и воспитывают колледжи точно, в принципе, таким же макаром, как и школы. Но самое страшное это то, что когда-то в былые времена, вот я помню время, когда я со своей семьей переехали в пригород, где мы сейчас живем, это было 28 лет тому назад. И все, ну, будем говорить так, в семье работали мужчины, мамы занимались детьми, мамы возили детей на всякие кружки, клубы и так далее, я имею ввиду клубы по интересам, было воспитание в семье, был какой-то контроль над детьми, сегодня этого ничего нет, детей воспитывает школа, интернет, в лучшем случае, и вот такие же друзья, как они сами, абсолютно, ну, я считаю, что абсолютно потерянное поколение, причем уже не одно, и вот это действительно страшно, и как это изменить, никто не то, что не знает, никто этого не хочет, потому что выгодно управлять народом, вот таким, которым его сегодня воспитывает, я буквально недавно, я не знаю, сколько лет этому человеку у себя на страничке в фейсбук, кто-то, я увидел абсолютно случайно вырезку из одной из газет левых, где вот точно так же обвиняют Трампа в том, что происходит сегодня у нас в стране, и я задал вопрос, что если это все происходит из-за Трампа, то какой я должен сделать вывод, что тогда Обама тоже был расист, потому что при Обаме было шесть вот таких вот массовых убийств, включая Сэнди Хук Elementary, если вы помните, там, где молодой парень украл оружие у своей мамы, которая была учительницей, и застрелил 17 детей, или там, или 12 детей в школе, это было во время Обамы, значит, Обама тоже был расист, а во времена Билла Клинтона был вот этот, ну, ужасный случай, один из самых первых массовых школьных убийств в школе Колумбайн в штате Колорадо, это был прибили Клинтоне, значит, он тоже был расист, и я об этом написал вот той женщине, которая это поставила в пост, и знаете, что я получил в ответ, я не знаю, сколько ей лет, честно, у меня даже не было времени пойти посмотреть на ее страничку, чтобы просто понять, то есть, я понял, кто она такая, чтобы посмотреть, сколько же ей лет, так вот, я тут же получил ответ такой, а при чем здесь Обама, при чем здесь Клинтон, когда они не говорили людям, езжайте туда, откуда они приехали, они не говорили людям, что мексиканцы это все бездельники и насильники, но тем не менее, когда я еще раз повторил свой вопрос по поводу вот расстрела в школе во время Обамы, во время Клинтона, вы понимаете, что я ответ не получил, почему, потому что на это ответа нет, они к этому не готовы, вот эти все болтуны, которые пытаются нам навязать идею того, что это все из-за Трампа, что это все виноват, там все виноват Трамп, у них другого ответа нет, они даже не пытаются затруднить себя, я и написал, я говорю, что давайте перестанем быть как зомби, пытайтесь как-то своим мозгом анализировать ситуацию, перестаньте читать Нью-Йорк Таймс, перестаньте слушать СНН, подумайте просто своим собственным рассудком, подумайте о том, что происходит, проанализируйте, дайте свою собственную оценку, нет, нет, на это у них не хватает ни ума, ни желания, им самое главное сегодня, это обвинить Трампа во всех тяжких в том, что происходит, причем опять же, о том, что этот Вагаю был почитателем Берни Сэндерс и Элизабет Воррен, о том, что в свое время на этой бейсбольной площадке во время тренировки конгрессменов был, ну, не убит, но ранен республиканский конгрессмен Стив Скалис, и он был ранен человеком, который был волонтером, работавшим на Берни Сэндерс, об этом никто не говорит, ни Берни Сэндерс не виноват, ни Элизабет Воррен не виновата, никакие демократы не виноваты, во всем виноват Дональд Джей Трамп, но тем не менее, вот эти все выскочки, которые пытаются все свалить на оружие, на то, что оружие нужно забирать, оружие нужно конфисковать, оружие нужно, все возмущаются до мозга костей, все у нас такие сердобольные, всем жалко погибших, всем жалко семьи погибших и так далее, но ни один из этих людей мне не даст ответ на один вопрос. Скажите, пожалуйста, что было сделано членами демократической партии с момента прошлого массового убийства. Что конкретно? Ничего. Обвиняли NRA, National Rifle Association, обвиняли республиканцев, обвиняли оружие, которое находится в руках у людей, обвиняли все, что угодно, все, кого угодно, но ни одна сволочь из демократической партии за все эти годы, начиная с 97-го года, это тот год, когда произошел случай в Колумбай, вот с 97-го года, за 22 года, вот этих массовых убийств, причем я могу их назвать, я их помню лично, ну, просто сумасшедшую тучу этих убийств, и в школах, и в колледжах, и на рабочих местах, где угодно, но ни одна демократическая сволочь, палец о палец, не ударила для того, чтобы что-то сделать, даже разговоры о том, что нужно конфисковать оружие, затихают ровно через неделю, после того, как что-то происходит, давайте в этом месте я сделаю небольшой перерыв, и потом вернемся, и продолжим нашу программу, Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к нашему последнему сегменту на сегодняшний вечер, так как мы с вами сегодня работаем до 7 часов вечера по чикарскому времени, номер телефона в студии 847-400-5200, в эфире неполиткорректное ток-шоу, ну и то, что мы с вами сегодня обсуждали эту тему, это то, что произошло в прошлые выходные, как в штате Техас, в штате Огайо, ну и, конечно же, у нас в Чикаго. Наверное, вот то, что я еще хотел до вас донести, так, это то, что совсем недавно члены демократической партии и средства массовой информации обвинили Трампа в очередном случае, как бы, расизма, и это было связано с тем, что он посмел назвать город Балтимор, городом, в котором просто хозяйничают крысы, мусор, город, который фактически в ужасном, плачевном состоянии, причем сами жители этого города говорят о том, что они там вообще бы не хотели жить, если бы они могли бы себе позволить переехать куда-то в другое место, а жители пригородов города Балтимор уже дошли до того, что сдают свои сезонные билеты на бейсбольную игру команды Ориолс из-за того, что они просто боятся ехать в черту города. Давайте примем звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Привет, Кирилл Логин. Да, здравствуйте, Кирилл. Ты сегодня один? Я сегодня один. Жалко. Это Кирилл Диджи Кеш. Что-что? Это Кирилл Диджи Кеш. Да, Кеш, привет. Привет, привет. Ну, не выдержал, решил позвонить. Ну, раз позвонил, давай. Жги. Жду? Не, жги, жги. А, уже все, уже можно начинать? Ну, Ну, слушай, во-первых, ну, совсем-совсем согласен, поэтому часто не звоню, а просто слушаю и улыбаюсь. А то меня и так уже выслышают достаточно все на нашем знаменитом Фейсбуке, и уже все еще можно добавить. Но вот сегодня как раз по теме хотел добавить вот, что, недавно разговаривал с пара женщин, одна из них мама ребенка, с которым мой ребенок играет футбол, и у них там была выставлена статья как раз после убийства о том, что сколько можно, что белые мужчины, именно было подчеркнуто белые мужчины, продолжают делать вот такие вот массовые убийства. Кошмар. Ну, и вот на что я решил уже добавить, и сказал, а почему надо было написать именно белые мужчины, почему нельзя просто было сказать мужчины, например. Ну, да. Ведь неужели статистика в вашем понятии содержит то, что и только белые мужчины убивают много. Но самое интересное знаешь в чем? Самое интересное в том, что страну как раз разделяет вроде бы Трамп, да, а вот написать, что именно белые мужчины это делают, это страну совсем не разделяет. Ну, конечно. Подчеркивать одну какую-то группу, где даже нету такой правды. Я говорю, у меня просто для тебя интересный вопрос. Вот в Чикаго сколько народу умирает каждый выходной? Это белые? Да, 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 да. Цвета не было. Конечно. Потом вопрос, когда через границу очень много либо картел, либо этих эмастротин, которые убивают, которые насилуют, и все остальное, это тоже белые? Да, абсолютно. Особенно эмастротин, ты же понимаешь, да? Конечно, там самые белые. Самые белые, да. И, до конца, каждый, что у меня, больше всего весит, когда вот говорят, начинаешь разговор, и вроде бы, давайте как культурные взрослые поговорим. Но к чему всегда приводит конец этого разговора? Сначала меняется тема от одного к другому, потому что о том, о чем началось, нельзя было продолжить уже фактов нету. И женщина даже пришла. А назови мне, сколько женщин убила за все время? Я говорю, а при чем тут женщины? Мы говорили о белых или не белых мужчинах. Ну да. Но даже если вам надо эти факты, то можно зайти спокойно даже на либеральный гугл, где написано, что от 2003 или там от 2013 года было всего лишь 6 женщин, это всего лишь 3,8%, но есть такие, где и женщина тоже это делала. Но это не важно. Факт того, что все время меняется и в конце концов заканчивается одним из тем, что ты просто расист. Расист. Да, да, да. Причем, знаешь, самое интересное то, что даже разговор начинать не надо. Надо просто сказать, да, я согласен, я расист. Все. Ты у них выбил все карты из рук. И больше всего у меня начинает сейчас, вот мы говорили насчет воспитывать детей, учить все, что на самом деле сейчас школы воспитывают и все, и наши медиа все это учит детей больше, чем мы. Вот в этом я согласен на самом деле. С тех пор, как, и как-то трудно это сказать, но с тех пор, как женщины, скажем, сравнялись с мужчиной по позиции, кто они в доме, они зарабатывают, а у них свои бизнесы не делают. Все то же самое, что у мужчины, и нету, как бы, скажем, вот этой домашней мамки, то с тех пор дети на самом деле мало чего понимают и знают. Дети не понимают вообще, что такое семья. Вот в чем дело. Да. А вообще, даже сейчас так много разведены. Да. К чему это привело? У тех, у кого нет пап, не хочу говорить, что я против этого, так же я не против этого, но не знаю, как повлияло, потому что об этом только что недавно сказала одна конгресс-вумен, тоже семьи одного и того же пола. Да, 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 абсолютно. Вот представляешь, ребенок сидит в школе. Уже нету религии, намного больше. Я раньше, когда был молодым, может быть, это не понимал, и вот мы все, очень много людей женились не в своей религии, не в своем, ну, со своими людьми, скажем так. И в конце концов, это привело к тому, что нету понятия семейства, нету понятия религии, потому что были и разные религии в семье уже. Абсолютно. И в конце концов, люди нету моральности, скажем так. Да, в том-то и дело, из них эту мораль просто выбили, выбили тем, что чему их учат сегодня в школе, что у нас, оказывается, трансджендер, это джендер, и ты понимаешь, и хи-и-щи, это уже не хи-и-щи, это уже зэй, и вот тебе, пожалуйста, ну, а что ожидать от детей, которые настолько воспитываются в такой среде, ну, на чем? И когда на них влияют другие дети, потому что, даже от опыта с моим сыном старшим, почему-то во втором классе, когда политику вообще нельзя трогать, было, это в шестнадцатом году, были, как они назвали, потому что дома об этом часто разговаривалось, и вот они решили поговорить о том, о чем вы говорите из дома, и сделали, как бы, макэлэкшн в классе. Да. Но почему-то они, чтобы использовать просто Баб и Хэрри, они использовали именно Трамп, Хиллари. Конечно. И вот в этом случае, так как, на самом деле, у меня дома об этом сейчас разговоры, мой сын, единственный, кто проголосовал именно за Трампа, после чего в школе было очень много детей, которые просто на него наезжали из-за этого. Ну да, потому что он отбился от рук совсем. Да, и вот это школы, и я пришел в школу, и я начал разговаривать с учительницей, и потом с Директом. Во-первых, это не должно здесь быть. Мы давным-давно в этой стране знаем, что политика и религия, особенно в маленьких 1, 2, 3, там 1, до 6 класса, не имеется права. Кирилл, о чем ты говоришь, если они сегодня уже говорят о том, что дети в первом классе, ну вот 6-7 лет, уже должны изучать вот разницу вот в этих джендерс и определяться, уже начинать определяться, кем они все-таки хотят быть. Понимаешь? Ну, вот это. Ну вот. Так что береги детей. Что я тебе могу сказать? Береги детей. Это, конечно, кошмар. Это точно. Спасибо тебе огромное, Кирилл. Конечно. Спасибо тебе. Это такое хорошее шоу и будем всегда слушать. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Давай, будь здоровеньки. Пока. Ну вот, дорогие друзья, понимаете, вот как раз об этом вот те, которые здесь действительно давно живут, понимают то, что происходит на самом деле. потому что воспитание детей в семьях заменили школы, заменили колледж. Ну, колледж, это уже, вы знаете, я, у меня теория элементарная. Человек, попавший уже в колледж, он достаточно взрослый, и он уже к этому времени сам должен понимать, что правильно, что неправильно. поэтому сказать, что детей воспитывают колледжи, честно, я не могу. Да, они пытаются типа там Беркли, типа вот такие либеральные школы, они там пытаются какие-то свои законы придумывать, но к этому времени дети уже взрослые, то есть человек, который идет в колледж, ему 18 лет. Вот у нас и звонок. Добрый день, вы в эфире, добрый вечер. Анатолий, я уже точно третий раз это, кажется, никогда не третий раз это чарм. Я уверен, что вы со мной согласитесь. Вы посмотрите, опять же, учитывая, сколько лет в стране, во что превратилась демократическая партия. Поэтому, когда я сказал, что у меня нету никаких прогнозов насчет Иллинойса, вы посмотрите, во что они превратились. Разве, я говорю, уже писалось не раз, что если бы Кеннеди ожил и пришел бы и стал между демократами звать, его бы назвали расистом, радикалом, его выдали бы из аудитории. Забудьте про Кеннеди. Кеннеди тоже не такие, которые были, когда мы приехали, совсем помельчали, мелдаун и так далее. Но демократическая партия, ее не надо назвать демократическое, она называется социалистическое, большевистское, коммунистическое. Это не демократическая партия. Не нужно, что она превратилась, и что можно от его хорошего, не нужно думать о Кеннеди. Не нужно думать о Кеннеди, вы подумаете, посмотрите на Эллен Дершевитт, вот вам демократ. Вот и все. Человек, который от книги, как говорят, человек, который умница большой. Хотя, вы знаете, я никогда не забуду два слова. Я не забуду, потому что я был большой сторонник, я остаюсь в My Life мэра Каханы, который встречался много раз. Я помню, это был спор между ними, официальный, знаете, Дершевитт, вы можете представить, Дершевитт и мэр Каханы. Это вы можете на Ютуб найти, это потрясающе. Без двух мнений, что Каханы победил. Но это было времена. Но человек от книги, он ученый, он великолепный лойер, адвокат. Да? Вот с этим он столкнулся. Вот если бы наши демократы сегодня были все, как Эллен Дершевитт, поверьте мне, нам бы сегодня здесь так было хорошо в этой стране. Этого не будет. Но не будет. К сожалению. Спасибо большое. И вам все. Спасибо. Счастливенько. Счастливо. Ну вот, поэтому, к сожалению, вы понимаете, моя проблема в том, что никто и никогда не заменит ребенку ни воспитанием мамы, ни воспитанием папы. Никто и никогда. И до тех пор, пока дети будут воспитываться улицей, средствами массовой информации, соушиал-медиа, интернетом и телефоном, никогда ничего хорошего здесь не будет. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я хоть и не мужчина, но я стою на стороне белых мужчин. И всячески поддерживаю, потому что белые мужчины создали это замечальное государство, в которое мы когда-то приехали. Да. но вот они как-то проморгали, эти белые мужчины, они не защищались, когда их клевали со всех сторон, и в результате мы получили то, что мы получили, вот этот кошмар коммунистический. Точно, вот Аликс сказал, это не демократическая партия, это большевистская коммунистическая партия. Абсолютно. Абсолютно. И вот, как вы помните, большевизм в России победил? Как бы он не победил здесь, надо нам не делать по этому поводу. Большевизм в России не победил, он просто временно занял позиции. обманом победил. Ну, он временно занял позиции, потому что где большевизм сегодня? А правильно, Путин-то победил, это же большевизм в маске. Он же собирается отстраивать Советский Союз. Ну, флаг ему в руки, я думаю, что у него точно так же не получится, как у... Да, Да, большевизм, я вам скажу такую вещь, вот эти ребята, я думаю, что в такой стране, как Америка, это вот мое честное, мое честное мнение, страна действительно очень и очень крепкая, да, страна сейчас переживает очень непростое время, но я думаю, что в этой стране все еще будет хорошо и все будет замечательно даже. Добрый вечер, ваше последнее слово. у меня два слова, собственно говоря. Прошу. Первое, это вот про школу. Начинается, знаете, как встречают по одежке. Когда я увидела, что мои внуки в десятом классе ходят в школу в пижамных штанах, и все так ходят. И на улице я вижу девочек, они идут в пижаме, идут в школу. У меня вот волосы, конечно, на голове шевелились. Мне кажется, что школа должна как-то дисциплину какой-то код должен быть. Вы же помните, школа должна не нюхать, а учить. Да. Вот когда школа начнет заниматься своим делом, то всем нам сразу станет намного-намного легче. Спасибо вам большое за звонок. Я прошу прощения. У меня есть ровно пять секунд со всеми с вами попрощаться. Спасибо огромное за то, что были со мной. Все-таки полтора часа это очень много времени вашего личного, которое вы потратили на мою передачу. Спасибо всем огромное. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok